История не терпит сослагательного наклонения. И теперь уже бессмысленно гадать о том, что могло случиться, а что нет. Все состоялось. Все верно, только не для данного проекта. Полноценная реализация которого позволила бы нацистам натворить немало бед. Но, слава богу, не вышло. Итак, в годы войны у немцев было огромное количество ноу-хау. Но главное их воплощение в конкретных образцах военной техники. Техника, военная тем более, не создается просто так. Ее делают под какие-то конкретные задачи. Вот и мы рассмотрим сейчас немецкий самолет-бомбардировщик. И это Хенкель 177 Грайф. Сразу же оговорюсь, для разных умников. Гриф по-немецки Гайер. А вот Грайф, в переводе с немецкого, это Грифон. И похожи они, друзья, друг на друга, как лошадь и гиппопотам. А машины, кстати, очень интересны во всех смыслах. Итак, начнем. Ну, начнем от печки. Был у немцев такой мужчина. Умный, дальновидный. И звали его Вальтер Вефер. Ну и что скажете вы? У немцев было много умников. Дело в том, что Вефер был генерал-лейтенант и начальник командного управления. Прообраз главного штаба Люфтваффе. Позже и ставший этим главным штабом. Своим появлением бомбардировщик Кенкель-177 обязан именно ему. Вефер, один из немногих, был настоящим стратегом. Он с самого начала знал, что главным противником Германии в следующей войне будет Россия. И считал, что Германия, не имея таких людских и материальных ресурсов, как СССР, в конце концов столкнется с проблемой их нехватки. А это значит, придется экономить на всем. Поэтому для Германии было бы гораздо важнее и безопаснее уничтожать вражескую технику и вооружение на заводах и фабриках их производящих, а не в реальном бою на полях сражений. А для этого нужен был тяжелый стратегический бомбардировщик, способный бомбить глубокий советский тыл, вплоть до Уральских гор. Вот эта концепция и дала толчок к проекту Уралбомбер. Это четырехмоторный дальний бомбардировщик. Было построено два прототипа, Юнкерс-89 и Дорнье-19. Но Вейферы они не впечатлили. И он потребовал разработать более мощный самолет. Вот так, если очень коротко, и зародился проект самолета Хенкель-177 «Грайф». Он должен был долетать до Урала как минимум. Здесь кто-то саркастически заметит, а найдутся и такие, что это бред сивой и нездоровой психически немецкой кобылы, и что, дескать, сама затея была дурацкая. Может быть, может быть. Но вот что интересно, англичане и американцы так не считали и создали целую линейку бомбардировщиков для ударов по промышленности Германии и ее сателлитов. И всю войну, и особенно, кстати, в ее конце, с дьявольским упорством стирали с лица земли немецкие заводы, фабрики, железнодорожные узлы, а заодно и города вместе с их жителями. Однако главным в Германии был тогда Гитлер. И он, уповая на Блицкрих, считал, что стратегическая авиация Германии не нужна. Интересно, но в годы войны, друзья, стратегическое, называли авиацию, летавшую с континента на континент или хотя бы на расстоянии тысячи полутора километров. Свои бомбардировки Германии союзники совершенно серьезно называли стратегическими, хотя перелетали всего лишь через Ла-Манш или же стартовали с аэродромов в Северной Африке для бомбежек того же Плаешти, до которого было тысяча семьсот километров. Ну, техника была такая тогда. А чтобы не было вопросов, замечу, от Бреста и до Урала по прямой две тысячи триста километров. Да. Так что вполне себе можно было долететь, я уж не говорю от Москвы и до Урала, а это всего одна тысяча четыреста километров. Тем более, друзья, что немецкие разведчики летали на Урал, и тому есть масса подтверждений. Летом 36-го года генерал Вефер погибает в авиакатастрофе, и все работы по программе «Уралбомбер» притормозили. Тогда новый начальник штаба Люфтваффе генерал Кеслеринг считал, что бомбардировщик, жрущий такое огромное количество топлива, слишком дорогое удовольствие. Кстати, тот же Геринг, который со времен еще Первой мировой войны так и остался в душе истребителем, тоже с ним согласился. Короче, весной 37-го года проект окончательно закрыли. Результат? Немцы до конца войны так и не стали обладателями полноценного и доведенного до ума стратегического бомбардировщика, из-за чего Люфтваффе не смогли поддержать свой флот в битве за Атлантику, как не смогли нанести и сокрушительный удар по британской военной промышленности, а основные производственные мощности Советского Союза так и вообще остались далеко за пределами досягаемости немецкой авиации. Однако сторонники Вефера все-таки потихоньку продавили проект дальнего бомбардировщика, именно дальнего, а не стратегического, чтобы лишний раз не раздражать командование Люфтваффе. Этот компромисс предполагал создание, внимание, дальнего среднего бомбардировщика с двумя моторами. Коллеги Вефера творчески переработали проект и летом 37-го года фирма Хейнкель получила заказ на создание двухмоторного бомбардировщика стратегического назначения. Одно радует, друзья, дебилов хватало и у немцев. Требования к машине были фантастическими. Вдумайтесь, по проекту самолет весом 30 тонн с двумя двигателями должен был иметь скорость 530 км в час. С такой скоростью тогда не каждый истребитель летал. И дальность вообще за край 6500 км. Но даже и это куда бы еще не шло. Вот чтобы удовлетворить желания начальников, заказчики требовали, что этот тяжеловес еще и бомбил с пикирования. Представляете? Короче, все это и стало причиной многих детских болезней бомбардировщика. Ну, это предыстория. А теперь про сам самолет. Поразительный даже по теперешним меркам, друзья. Да. Воплотивший в себе многие новаторские идеи того времени. Ну что, начнем потихонечку. Согласно технического задания, самолет должен был нести 10 тонн на расстоянии 6500 км на скорости 545 км в час. Мама не горюй. Я уже не говорю про пикирование. В ноябре 1937 года проект назвали «Хенкель-177 Грайф» или «Грифон». Дело в том, что «Грифон» был на гербе города Росток, где находилась фирма «Хенкель». Главный инженер фирмы Зигфрид Гюнтер, мужик умницы, прекрасно понимал, что добиться таких технических характеристик обычным путем не получится. И он сделал ставку на внедрение в конструкцию большого количества инноваций. Это позволило достичь невозможных результатов и максимально приблизить машину к предъявляемым требованиям. Но одновременно породило пресловутую ненадежность Грифона, из-за которой его и прозвали в войсках «зажигалкой». Вот, смотрите на экран. В ноябре 1938 года технический совет дал таки отмашку на строительство 12 опытных машин. Самолет получился очень аэродинамичным. Его зализанные формы позволили достичь приличной скорости. Однако характеристики опытных Грифонов отставали от требований заказа. Скорость, например, была 460 км в час, а дальность 4900 км. И это, несмотря на то, что инженеры Хенкеля, стараясь выполнить задание, смухлевали, да еще как. Для увеличения мощности силовой установки они под каждым капотом поставили два 12-цилиндровых мотора с общим валом через редуктор. То есть двухмоторный Хенкель имел четыре мотора и два винта. Этот трюк был рассчитан на некомпетентность руководства Люфтваффе. Заказ-то был на двухмоторную машину, правильно? Однако достичь таких характеристик с двумя моторами было сложно, и Гюнтер провернул аферу века, сделав четырехмоторную машину, выглядевшую снаружи как двухмоторную. Все это снизило сопротивление и повысило маневренность. К тому же пара моторов позволяла ждать появления мощных двигателей и переход в будущем к одному мотору той же мощности, что и Спарка. Двигатели для Хенкеля, заявленные как DB606, на самом деле были двумя DB601, установленными наклонно. Их обслуживала новая, недавно разработанная испарительная система охлаждения. Однако уже на первых испытаниях весной 1939 года, всего через 12 минут полета, летчик-испытатель из-за роста температуры двигателей и вибраций валов прекратил полет. Результат – отказ от испарительной системы и установка радиаторов большего размера, создавших большее сопротивление и уменьшивших скорость и дальность полета. И вот здесь начался эффект Пандоры. Чтобы сохранить дальность, в крыльях поставили дополнительные баки. А это заставило усилить конструкцию, что привело к росту веса самолета, что в свою очередь ударило полетным характеристикам. Вот как-то так. Ничего не бывает задаром. Эти проблемы в итоге устранили, а вот требования по бомбометанию из пикирования выполнить было практически невозможно. Второй прототип для испытаний на пикировании потерпел катастрофу. Рули тяжеленной машины на пикировании тут же разрушил флактор, а следом и сам самолет. В итоге, чтобы обеспечить выход из пикирования с большей перегрузкой, конструкцию грифона опять усилили. Опять. Таким образом, тупое упрямство командования Люфтваффе сделать тяжелый стратегический бомбардировщик пикирующим приводило только ко все новым переделкам и увеличению веса, причем без видимого результата. Кстати, кто не знает, усиленный четвертый прототип тоже разрушился и тоже на пикировании. И с этим ничего нельзя было поделать. И здесь беда. Пока конструкторы бились над улучшением проекта, а летчики-испытатели гибли целыми экипажами, командование Люфтваффе сохраняло полнейшее равнодушие к бомбардировщику, совершенно не интересуясь работами над ним. И Геринг, и сменивший Кеслининга Ешонок, вслед за главным стратегом Третьего Рейха Гиттером, считали, что для будущих германских блицкригов более важны средние бомбардировщики. Они как думают-то, большое количество летающих лопат, то есть Хенкели 111, удержит Францию и Англию от помощи Польши, с которой будет покончено молниеносным ударом. Эти доморощенные стратеги были убеждены, что Англия не решится вступить в войну, и тяжелый бомбардировщик будет нужен для Люфтваффе, как зайцу спидометра. Тем не менее, тем не менее, работа над грифонами не створачивали, понимаете? Дело в том, что командование Криксмарины было крайне заинтересовано в самолете Хенкель 177. Атлантика большая и длинная, и такая машина им была нужна для разведки и взаимодействия с подводным флотом. Но в Люфтваффе относились к морякам с пренебрежением, поэтому финансирование проекта велось по остаточно-недостаточному принципу. И только осенью 1939 года, когда Англия и Франция вступили во Вторую мировую войну, Геринг наконец проснулся и категорически потребовал от Хенкеля срочно построить 30 машин. Эту серию и назвали Хенкель 177А-1. Пустой самолет весил 16 тонн, а взлетный вес достиг 30 тонн. Но даже его моторы общей мощностью 2700 л.с. разгоняли его до 510 км в час. С максимальной загрузкой серийная машина могла пролететь до 5500 км, в зависимости от количества топлива. На предельно дальней дистанции он мог доставить 2 тонны бомбы, на близкие до 4 тонн. Теперь о бортовом вооружении. Стандартным считались 7,9 мм пулемет МГ-81 в носу, 20 мм пушка МГ-FF в носовой части нижней гондолы, 13 мм пулемет МГ-131 в верхней электрифицированной дистанционно управляемой башне и 13 мм пулемет МГ-131 в кустовой установке. Однако вскоре серийные Хенкели 177А-1 уже выпускались с дополнительным вооружением, так называемым РУСТ-ЗАЦЕН. Размещение крупнокалиберных пулеметов в стрелковых установках с дистанционным управлением стало интересным новшеством. Очень низкие эти установки практически не создавали аэрономического сопротивления. Вот смотрите на экран. Короче, бомбардировщик пошел в серию из-за войны. Хотя катастрофы опытных Хенкелей продолжались. В начале 41-го года на пятом прототипе при имитации атаки на малой высоте загорелись оба двигателя, и самолет упав взорвался. Потом катастрофа еще двух серийных машин. Причина та же – возгорание моторов, которые были крайне пожароопасными. Экономия вес немцы не ставили противопожарную перегородку, а сам двигатель стоял близко к лонжерону, не оставляя места для нормального размещения электропроводки. Поэтому топливопровод, маслопровод и другие приводы сплелись в узком месте, как клубок змей, а из-за утечки на них еще могли попасть масло и бензин. К тому же рядом проходивший общий выхлопной патрубок двух смежных рядов цилиндров постоянно перегревался. Вот все это и приводило к пожарам. И тем не менее, несмотря на ужасные потери, когда, внимание, число построенных Хенкелей не достигло еще и 30, а сгорело и разбилось уже 5 прототипов, наверху все-таки решились на их применение. Война быстро убедила всех в необходимости стратегической авиации. Первые Грифоны поступили в войска на Западе в августе 1941 года. Дело в том, что на Востоке немцы без останова перли на Москву, поэтому дальняя авиация была нужна над Атлантикой. Так, два Хенкеля были первыми четвертой группе 40-й бомбардировочной эскадры, базирующейся в Бордо, которую позже планировали всю перевооружить на Хенкель-177. Несмотря на то, что Хенкель-177 прославился своими проблемными двигателями, опытные пилоты относились к нему очень хорошо. Они отмечали его прекрасные летные данные и дружно утверждали, что самолет в воздухе легок в управлении, имеет хорошие динамические характеристики, хорошую эргономику кабины и систем управления и мощное оборонительное вооружение. И хотя на взлете машину вело в сторону, общее впечатление это тем не менее не портило. И, наконец, боевое применение. Какого-то особого успеха эти бомберы не имели и перелобы в войне не принесли. Все их боевое применение в интернете описано буквально по минутам, поэтому я остановлюсь лишь на самых характерных примерах. В конце 1942 года одной из главных задач Люфтваффе на Востоке стало снабжение армии Паулюса в Сталинграде. Привлекли и Хенкели-177. Они не были транспортниками, однако в январе 1943 года 20 Хенкели-177А1 и А3 из группы майора ШД прилетели в Запорожье. В первом же вылете ШД был сбит и командиром стал капитан Шлоссер. Под его командой группа совершила несколько рейсов, однако если Ю-52 и Хенкель-111 на обратном пути забирали раненых, то 177-й этого делать не мог. Короче, эффект от Грифона, как от транспортника, был низким и решили использовать их по прямому назначению. Начиная с 18 января они стали летать на бомбардировку. За 4 дня группа Грифонов совершила 13 боевых вылетов и последний был 25 января, когда 7 машин успешно бомбили занятый советскими войсками аэродром «Питомник». Вернулся 5 машин и немцы заявили, что две разбились из-за отказов двигателей. Затем армия Паулиса капитулировала и среди трофеев нам достался один Грифон. Отсюда общие потери эскадры по Сталинградам составили по немецким данным 5 машин. Боевой дебют Хенкеля-177 на востоке оказался не очень удачным и их перебросили назад в Германию. Кстати, в ходе боев на Волге немцы против наших КВ-34 решили испытать противотанковый самолет. Так, весной 1943 года появился Хенкель-177 с 75-мм пушкой ВК-7,5 под фюзеляжной гондолей. Машину эту назвали Сталинград-тип. Однако испытания показали, что очень сильная отдача пушки грозила разрушением конструкции всего самолета. Всего было тогда построено таких сталинградских Грифонов 5 штук. Но данных об их применении на поле боя, к сожалению, нет. Ну и, наконец, Грифоны с ракетами Хенкель-HS-293 и заканчиваем. В начале ноября эскадру ФКГ-50, получившую новое обозначение КГ-40 и наименование Хольцхаммер, перебросили во Францию. А самолеты оборудовали для подвески ракет Хенкель-HS-293. Экипажи обучили и группу переподчинили управлению морской авиации Атлантики. Боевое крещение состоялось 21 ноября 1943 года, и это была атака на американский конвой СЛИ-39-МКС-30 в 400 милях к северо-востоку от мыса Финистерры. Тогда на задание ушло 25 самолетов, у каждого по две ракеты. Но погода была на стороне американцев. Низкая облачность затрудняла обнаружение целей и наведение ракет. Экипажи Хенкелей увидели только два замыкающих конвой судна, и это теплоход Марс и Делиус. По ним и выпустили все ракеты. В результате попадание Марса затонул, а вот Делиус, хоть и с серьезными повреждениями, дошел своим ходом до порта назначения, да. Большинство ракет тогда в цель не попали, а два экипажа так и вообще не смогли осуществить пуск из-за отказа бортовых систем и пусковых установок. Более удачным оказался второй боевой вылет. 26 ноября 1943 года 21 Грифон атаковали конвой КМФ-26 у мыса Бу-Жи в Алжирии. Над конвоем их встретил сильнейший зенитный огонь и истребители, и это французские спидфайры, американские аэроковры и позже английские боффайтеры. В том бою было сбито шесть хинкелей, в том числе самолет командира группы майора Рудольфа Монса и капитана Петера Хусса. Еще две поврежденные машины разбились при ночной посадке в Бордо. Однако немцы потопили крупный транспорт Рона, вместе с которым на дно ушло более тысячи американских солдат. Данные по Восточному фронту ненамного впечатляющие. Так, в 1944 году Кенкель-177, базировавшиеся в Восточной Европе, совершали налеты на объекты в глубоком тылу советских войск. Самым крупным и удачным стал налет на железнодорожный узел в городе Великие Луки 16 июня 1944 года. А затем группу расформировали. Спасибо. Спасибо.